И снова здравствуйте, мои уважаемые зрители. На дворе у нас продолжается 26 февраля. И очередной мой обзор по поводу событий на Украине. Что происходит на фронтах. И традиционно первый фронт, на который мы обращаем внимание, это Южный фронт. Здесь очень серьезные подвижки. Кстати, сразу пользуясь случаем, хочу действительно подтвердить. Местные жители, которые живут в Запорожской области, мне сообщили о том, что они удивлялись. Почему, например, военные колонны, которые шли до этого очень быстро, под Мелитополем остановились более чем на 12 часов. Как оказалось, ответ мы узнали буквально сегодня днем. Потому что Путин дал приказ остановиться на некоторое время, чтобы дать Зеленскому подумать. И после того, когда Зеленский ответил отказом, российские колонны стремительно ушли вперед. Причем мы это видим буквально по карте. Уже сегодня в обед Николаевская областная администрация заявила о том, что уже к вечеру город будет в окружении. Можете себе представить, Николаев в окружении. Как оказалось, он был так и прав. Потому что во второй половине дня пришло сообщение о том, что российские танки были обнаружены уже в районе Новой Одессы. То есть очень далеко на северо-запад за Николаев. То есть российские войска пошли стремительным маршем вперед. Кстати, в том числе потому, что российские войска совершают очень стремительные марши, зачастую объясняется и то, что некоторые машины отстают и их просто бросают. А потом местные жители снимают видео, потому что вот смотрите, мы захватили какую-то технику. Но это так, ремарка. Возвращаемся на фронт. Не менее стремительное наступление началось и на Мелитопольском, условно-запорожском Мелитопольском фронте. Как только закончилась пауза, которую дал Путин для того, чтобы Зеленский одумался, несколько российских колонн сразу устремились вперед. Первая уже вот прямо сейчас подходит к Мариуполю. Она обошла стороной Бердянск и ей навстречу движутся войска ДНР. И я так понимаю, в ближайшие час-два мы узнаем о том, что они встретились где-то примерно с северо-западней Мариуполя. И таким образом город будет окончательно отрезан от большой земли. Причем из Мариуполя сообщают, что еще вчера вечером основная часть полиции города разбежалась. И на сегодняшний момент полицейских не найдешь днем с огнем. Но не менее интересные события развиваются в районе Васильевки. Мне правильно поправляют. Есть Васильевка, а не Васильевка. Итак, сражение началось примерно около полудня. В районе Тавкмака российская колонна быстро сбила противотанковый заслон, состоящий из рапир. Этот бой продолжался всего несколько минут. Противотанковые орудия были уничтожены. Вооруженные силы Украины потеряли несколько человек убитыми и ранеными. И далее не оказывали никакого сопротивления наступающим российским войскам. Причем большая российская колонна начала обходить главные позиции ВСУ в районе Васильевки, обходя их через Черниговку и заходя таким образом во фланг основной обороняющейся группировки. И я так понимаю, чтобы не тратить время на сбивание этой группировки с ее позиций, российское командование приняло решение просто ее блокировать в Васильевке, а разбираться уже потом. Потому что важнейшей задачей на сегодняшний момент стоит задача блокирования, отрезания полностью основных сил ВСУ на Донбассе. Не дать им выйти из мешка. Потому что мои уважаемые зрители из Краматорска говорят, что сегодня целый день из Краматорска в район Доброполья идет техника, колонны за колонной. ВСУ пытаются выйти из мешка, понимая, что у них остались максимум сутки-двое, чтобы выйти из окружения. И, кстати, именно во второй половине дня началось основное продвижение российской бронеколонн по Черниговской области, по югу Черниговской области. А еще началась зачистка Чернигова и очень серьезная активность российской группировки в районе Сум. Не исключено, что Сумы подвергнутся тоже зачистке. То есть вот так на самом деле выглядит ситуация. И здесь я хочу обратить внимание на очень важный момент, который я впервые обнаружил во время описания Карабахской войны. Когда, помните, армянская ради рассказывала своему населению, что все хорошо и армянская армия вот-вот окружит Баку. Между тем, армянская армия несла большие потери и была на грани разгрома. Надлом у нее произошел только тогда, когда азербайджанские войска подошли к Гадруту. То есть зашли очень далеко в тыл первоначально обороняющейся группировки. И вот тогда армянское общество надломилось. Еще день до этого оно верило в победу, а потом оно сразу поняло, что все, это конец, мы проиграли. Почему я вспоминаю те события? Потому что сегодня происходит ровно то же самое. Сегодня побеждает тот, кто психологически переиграет противника. Именно по этой причине, организирующий киевский режим, войска которого дышат на ладан и в одном шаге от полной капитуляции, всеми силами пытается показать населению Украины, что все хорошо, весь мир с нами и вот буквально завтра мы победим. Я этот накат увидел еще вчера. Ну, как говорится, я же стрелянный воробей. Меня такой дешевой шнягой не проймешь. Тем не менее, огромное количество людей искренне верят именно в это. Поэтому я призываю вас, мои уважаемые зрители, распространяйте ролики правды везде, где только можно. Это не менее важный фронт борьбы, чем тот, на котором сражаются сегодня солдаты. В 21 веке кто победил психологически, тот выиграл в войне. И на самом деле, чтобы доломать бандеровский режим в Киеве, который прикрывается мирным населением, пытаясь пустить как можно больше крови, нам нужно выдержать буквально несколько дней, когда самому последнему украинцу станет понятно, что эти политические импотенты проиграли. Проиграли по всем фронтам. А Украину ждет светлое будущее. То будущее, которое никак не удавалось построить нашим так называемым проевропейски настроенным элитам. То есть, на самом деле, той атаке, которой подвергся в том числе и мой блог, это все не случайно. Это очень важный момент. То, что вижу я в СУ в шаге от катастрофы. И если эта катастрофа случится, в мозгах обычных украинцев сразу щелкнет тумблер. Ровно тот же самый тумблер, который я, например, видел в октябре 2020 года в среде своих армянских зрителей. Которые 10 дней поливали меня по-моему, рассказывая, что я какой-то прозербайджанский пропагандист, который лжет, как сивый мирин. А потом они меня благодарили. Они мне говорили, Юрий, вы были единственные, кто говорил нам правду. Но мы до поры до времени этому не верили. И то же самое на самом деле происходит сегодня на Украине. И на самом деле победа наша зависит в том числе и от вас, мои уважаемые зрители. Несите зерна правды везде. Везде, где только можно. Это тоже очень важный фронт борьбы. Вот это все, что я хотел сказать в этом выпуске. На этом пока все. Еще будет сегодня один выпуск. И потом традиционно я передам свою смену ночную Михаилу Ануфриенко. Ссылку на его канал даю в текстовой строке под видео. Ну и традиционно. До следующих встреч.